здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале и сегодня я хочу вам показать как сделать дерево джакаранда для этого нам понадобится бисер зеленого цвета бисер сиреневый и бисер золотой сначала будем делать зеленые листики берем проволоку зеленого цвета набираем бисер проволока 0,4 миллиметра сейчас вам покажу как делать листики джакаранды листики у нее длинные я не меряю примерно делаю вот 3 сантиметра таких петель делаем 4 и 5 будет посередине и в обратную сторону тоже 4 и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот с таким бутончиком. Сейчас я покажу, как сделать бутончик. И цветочки вот такие будут. Цветочки будут с новым плетением. Вот это очень плетение мне очень понравилось. Я решила здесь использовать тоже это новое плетение. Сейчас я покажу, как делать. Сначала сделаем бутончик. Возьмем сиреневый бисер. Наберем на стальную проволоку 0,4 мм. И будем делать уже бутончики и цветочки. Делаем петельку. Вокруг нее делаем еще одну петельку. Закрутили. И еще одну петельку вокруг первой петельки. И закрутили. Это будет у нас бутончик. Теперь будем делать цветочек. Делаем точно такие же петельки, как и вот эта. Только делаем их пять штук. Немного отступаем. Продолжение следует... Цветочек уже почти готов. Еще для этого цветочка можно сделать серединку. Для этого понадобится золотой бисер. Делаем такую петельку и просто закручиваем. Это будет серединка нашего цветочка. Сейчас мы сформируем цветочек. Протягиваем. И вот получается вот такой объемный лепесток. Кто видел уже работу гибискус, там как раз этим плетельем сделаны листики. Но кто еще не видел, то я показываю медленно. Отделяем внутреннюю петельку. Это сжимаем и протягиваем вот сюда. В первую петельку. Вытаскиваем. И уже ровняем. Получается вот такой лепесток. Ну и так делаем все остальные. Продолжение следует. Вот получились у нас такие красивые лепесточки. Я думаю, что для этого дерева, для этих лепесточков и цветочков как раз подходит вот такое плетение. Также делаем и бутончик. Точно так же. Бутончик присоединяем к зеленой веточке. Бутончик присоединяем к зеленой веточке. Формируем цветочек. Берем серединку. И закручиваем уже вокруг серединки лепесточки. Поправляем. Редактор субтитров. Вот такие цветочки получаются. Теперь их прикрепляем к листикам зелёным. Я сделала по три зелёные веточки. Одну веточку я делаю с одним цветочком. Она получается вот такая веточка. И одну веточку делаю из трёх цветочков. И тоже три веточки зелёные с бутончиками. Сейчас я сделаю вам по каждому примере из трёх цветочков. Просто все элементы прикрепляем к одной веточке. Три цветочка. У нас получается три веточки по три цветочка. Это будет основное дерево. И по одному цветочку тоже три у меня получилось. И ещё у меня есть вот такая серединка. Здесь три цветочка. Но зелёные веточки здесь четыре. Это для серединки я сделала дерево. И ещё одну веточку я сделала вот такую. Также из трёх цветочков. Ещё три. Но это будет внизу как дополнительный такой отросток дерева основного. Ну, теперь приступим к сборке дерева. Берём серединку. Берём проволоку. Кусочек проволоку. И будем прикреплять к этой проволоке уже строительным скотчем. Все веточки. Вот она серединка у нас. Берём ствол. Это будет. И прикрепляем. И по очереди будем чередовать веточки из трёх цветочков и одного цветочка. Сначала прикрепляем три цветочка, потом один. И так по кругу. Я ещё немного обмотаю строительным скотчем проволоку. Продолжение следует... И так же приматываем все остальные веточки. Вот ещё одинарный цветочек, тройной и одинарный. Все вот так по кругу я сейчас прикручиваю. И получится примерно вот так. Потом уже буду делать вот эту веточку. Будет она где-то вот здесь. Сейчас прикручиваю остальные веточки. Продолжение следует... Вот примерно получилась вот такая сборка дерева. Теперь будем собирать вот этот дополнительный отросточек. Также его сейчас немножко обмотаю скотчем. Я прикрепила все три веточки. И теперь буду присоединять к основному деревцу. Я еще немножко поправила форму. С тремя цветочками веточку я немножко опустила вниз, а с одним цветочком я приподняла вверх. И вот она получилась. Через одну она чередуется. И она получилась такой неровной формы. Теперь я хочу прикрепить тройную веточку. Я ствол немножко выгнула. И вот сюда хочу приделать еще вот такую тройную веточку. Вот она как раз сюда очень подходит. Сейчас я скотчем ее прикреплю. Потом возьму форму. И буду заливать форму гипс. И посажу его сюда. Вот в такую вот формочку. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот примерно видно уже форму этого дерева. Я все веточки бисера, чтобы не испачкать, буду убирать в пищевую пленку. Потом буду промазывать все веточки еще гипсом. Ну, сейчас приступаем к посадке дерева. Разведу гипс и буду сажать. Вот такая форма будет. Вот, я развела гипс, поместила его в формочку и теперь буду сажать дерево. Гипс засохнет. Гипс засохнет. Я все веточки промажу гипсом. И оставлю его сохнуть на 24 часа. А потом буду приступать к покраске. Сейчас я еще немного разведу гипсом. И немножко вот такими винтиками обкручу ствол, чтобы он был немножко потолще. И дерево будет немного устойчивее. Развела немного гипса. Добавила туда клей ПВА. И теперь хочу промазать все веточки. И обмотать ствол бинтиком. Но пока он жидкий, я буду обмазывать все веточки. Все, теперь приступим обматывать ствол. Берем бинтик, макаем в смесь гипса и клея. И заматываем ствол. Я думаю, что его уже можно, дерево, вытащить из формы. Я его вытащила. И теперь буду работать со стволом. Просто обматываем вокруг ствола. Придаем какую-то форму. Вот я немножко здесь делаю форму неровности на стволе. Вот такие бугорки можно сделать. Берем еще винтик. И так же обматываем вокруг ствола, придавая форму. Можно вот, я сейчас сделаю корешки здесь. Вот такие. Ну вот так вот. Оставлю его подсыхать. И потом будем красить его. И вот так вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...